итак во время последнего вебинара возник вопрос как расположить хрустальный бокал который мы изображали так чтобы он не проломил стену был правильно расположен отдаю пояснение схемку как это сделать как это бы сделал архитектор вот у нас есть линия слома это линия которая проходит между горизонтальной плоскостью это плоскость стола и вертикальной плоскости это плоскость стены что мы имеем в наличии в наличии мы имеем верхнюю часть верхнюю часть нашего бокала и вот мы не знаем на каком расстоянии нужно насколько низко надо опустить его ножку для того чтобы он не упёрся не проломил стену что мы должны сделать мы должны найти еще одну линию кроме линии слома у нас обязательно должна быть линия горизонта ну вот мы понимаем что вот плоскость бокала открыта вот этот овальчик открытый поэтому у этого овала обязательно будет точка схода если мы примерно вот понимаем чем она ниже тем меньше открывается овал и превращается в сплошную линию когда вот выше подымается вот если мы будем выше подымать к линии горизонта поэтому мы примерно понимаем что линия горизонта проходит вот здесь линия горизонта и проводим от точки схода которая расположена на вертикали проводим касательные ковалу проводим горизонтали и заключаем его как бы вот в такой параллелепипед делаем его проекцию на плоскость стола вот эти вот дальние точки да вот этот такой прямоугольник который уходит в перспективу он пройдет через центр овала этот прямоугольничек для ясности обозначаем и вот эти вот дальние точки мы опустим вниз на линию слома от точки схода мы проводим линии на плоскость пола вот здесь и здесь вот эти две точки которые нам нужны они нам помогут понять что ближе нельзя поставить этот бокальчик вот на пересечении этих двух диагоналей у нас будет нижняя часть вот этой проекции проекции овальчика ну поскольку у нас ножка не такая большая то мы ее уменьшим допустим в два раза разделим здесь вот эту горизонтальную ось пополам и выстроим еще один овал это ножка нашего бокальчика и соединяется наша ножка овальчика с нижней его частью с основанием тоже по овалу все видите теперь мы можем быть уверены что вот этот овальчик вот эта верхняя часть нашего бокала она в стену не воткнется а то будут такие непростительные детские ошибочки вот а будет соприкасаться со стеной вот так мы вплотную как бы подвинули вот эта вот точка она соприкасается с плоскостью стен вертикальная плоскость стены ну от нее мы можем даже чтобы было понятно там показать что может быть какая-то тема не будем выстраивать покажем допустим только ее начало это плоскость стены вот здесь все остальное уже как смотря как мы этот овал себе представляем если мы его по закону стекла изображаем то самая темная часть будет слева источник света слева вот 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 Весь полукон, с этой стороны будет самая светлая часть. Это если он прозрачный. Если он не прозрачный, тогда будет наоборот. Здесь будет тень. В данном случае у нас бы качество прозрачного. Вот таким вот образом, я думаю, что все понятно. Вот наши ключевые точки, которые мы искали для того, чтобы он не ехал туда в стену. Все, вот этот прямоугольничек, уходящий в перспективу, проекцию верхней части овала мы ищем. И тогда мы можем быть спокойны, что у нас все изображено по правилам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok